Део Матис, стуканул двигатель Так, мы сейчас снимаем Все навесное, фильтр Коллектор выпускной Сливаем масло, антифриз И я не знаю, будем пробовать, вытаскивать Не снимая коробки, чтобы коробку на месте оставить Попробуем так Я Вадим, ставьте палец вверх, если вам нравится И подписывайтесь Поехали Так, в общем, я хотел заморочиться снять двигатель без коробки Но решил, не буду мучиться Сразу сниму с коробкой Снял платформу под аккумулятор Привода снял Ну и все, я открутил все, что можно Коллектор не стал откручивать Потому что там неудобно подлазить Генератор открутил, а он у нас не вылазит никак Никуда Вот сейчас буду вытаскивать и потихоньку ловить его Так, вытаскивать буду Вот такой лебедочек у меня в потолку сделано И здесь вот крутилка Лебедочек у меня не стоит Наступного Устанавливает Попробуем так ну в общем вот вытащили как я разбирать уже не буду показывать покажу уже результат разборки чё там случилось сейчас все снимаем невесное впускной коллектор торопку отсоединим ну и все-все-все разбирать очень вот результат разборки вот поршень 1 и шатун вот второй тоже загнутый на 3 живой коленвал тоже вот он первая шейка вот 2 на 3 живая ну коленвал погнут и потому что что-то мы снял коленвал плохо крутится вот в этом месте вот видно что раскос идет в этом месте согнутый коленвал точно под замену ну клуба народ ничего хотя здесь вот на первом вида что он клапана ударились а пошел первый цилиндр вроде не видать хотя вот есть чистое место вроде целый это уже видно будет и блок вот у нас вот такие вот полочки должны быть вот они на первом она отломана и там как раз вот где ходит поршень готовы почти до колец так что блок под замену коленвал под замену два шатуна поршня изголовка не известно что надо разбирать смотреть в общем привезли двигатель контрактный такой же 08 но только он трамблерный а у нас он катушечный здесь сейчас надо будет снять вот эту приблуду трамблер вместе с крышкой цветы и поменять распредвал и поставить свою крышку с датчиком так ну и сразу надо глянуть сальники тоже здесь учета мокро все но и спереди посмотреть здесь тоже все мокро в общем надо сделать ревизию сальники поменять ну и на раскрою поддон гляну чё там с шатунами так ну вот я закрепил двигатель на приблуду чтобы удобнее было ремонтировать чтобы крутить можно было так мы начнем сейчас с головки пока сейчас снимаем крышку защиту крышку клапанов потом чё надо снять будет трамблер снять вместе вот с этой с этим креплением ну и вот эти вот надо снять крепление двигателя здесь у скрылся вот так вот в масле видать бежит и распредвальный сальник и коленвальный потому что все в масле прям прям до невозможности крышку и вижу здесь у нас стоит рокера на двух валах и у них распределение сверху стоит а а здесь у нас рокера стоять на одном валу и распределение у них по бокам стоит на роликах так что распредвал поменять не пойдет только замена головы снял вот я поддон посмотреть ну вал вроде ничего вроде покорябанный маленько но ровненький так что сейчас сниму его отсюда от мою весь и тогда уже будем собирать а ну и я же головку снял головку снял поршня вроде ничего ну конечно нагар есть но не смертельно такой комплект прокладок сразу на впускной коллектор на выпускной подголовку клопачки маслосъемные мы такие прокладки все я вот уже сальники поменял отмыли все задней сальник поменял и передней сразу помпу новую поставили ну и поршня тоже отмыли все так чистенькие так ну вот сейчас головочку тоже надо все отмыть сальник поменять не знаю разбирать буду нет может разобрать помыть в общем надо сейчас все все отмыть все промыть внутри он там надо все вымыть осадок там какой-то так вот во время отмывки головки разобрал клопана вытащил чтобы сразу и маслосъемные клопачки поменять здесь такая грязюка все это смыть и клапана у нас в таком состоянии чик чик мы тут более-менее еще но эти прям очень сильно не знаю что это нагар или чё проверять надо ну ты тут вот прям хорошо видно что он прям простученный или простуканный в общем разобрал с этого же двигателя с контрактного которые привезли вытащил оттуда три клапана выпускных вот они здесь более-менее расстояние здесь такой же длина на одинаковые так что заменим эти три клапана ну и притерем наверно скорее всего так помыли головку помыли клапана без приклеили пятачок потому что буду притирать руками вот такой вот ручной дрелью тебя берем пасту вот такой вот колбасочка положили небольшой берем пружинку и вставляем и теперь два-три оборота вперед два-три оборота назад притер клапана собрал все заменили колпачки маслосъемные теперь нужно отрегулировать клапана у нас регулировать будем сразу здесь на месте поставил шкив выставил метку вот она меточка и она дублируется вот этой вот меточкой потому что на шкилу их две метки вот еще одна вот которая дублируется это и есть метка на ремень гарем когда выставляешь первый цилиндр когда мертвой точки верхней мертвой точки так вот выстрелы 1 верхнюю метку вверх выставили и регулируем второй цилиндр на выпуске вот у нас выпуск вот второй цилиндр регулируем зазор 032 должно быть но ставишь 030 и щуп чтобы легонечко ходил не зажимала и на третьем цилиндре впуск 015 также по мануалу там должно быть 017 но также щуп делаешь чтобы он легонечко ходил но и тем временем чтобы он тоже не болтался вот отрегулируем вот это два клапана всего два на втором и третьем цилиндре потом проворачиваю на 180 градусов меняем меточками вот она одна меточка но это вот нижняя меточка вверх а эту с дублирующей меточкой и и вниз и регулируем все остальные цилиндры 4 клапана на первом оба клапана потом на втором впуск и на третьем выпуск и и все так все теперь ставим головку все протерли насухо здесь протер все чтобы все ровненько было это всех отложения то всего все короче почистил опускаем поршня вниз ну хотя бы не сам низ сам низ не получится все но чтобы они у нас были все глубже чем верхняя мертвая . продули все отверстия под болты направляющие обязательно должны быть все две стоять так можем прокладку все и на головке тоже должно быть все чистенько всех их все очищена от пыли от грязи и ставим головочку все вот так вот направляющие отделе теперь берем болт смазываем вот это вот место маслицем немножко шайбочку саму и резьбу немного вот такого то прям все сейчас все болты так закидываем так закрутили все от руки и теперь затягиваем болты затягиваем крест-накрест и пошли вот так вот так затягиваем я затягиваю без ключа без динаметрического ключа простой трещоткой но надо с равномерной силой крутить все все чтобы одинаково было придавлены так закручиваем эти два потом вот эти два и вот эти два все вот так вот протянули с определенной силой я затягиваю без за всяких ключей потому что я уже много лет занимаюсь этим уже так знаю с какой силы тянуть так что вот так вот как то сейчас выжидаем минут 15-20 сейчас все просядет с прокладки выйдет лишний воздух там или чё там не знаю выжидаем 15 минут протягиваем еще раз также протягиваю все вот этим ключом никаких больше усилителей труп там или еще там чего-нибудь все только вот эти вот ключом вы ждали 20 минут протянули вы ждали еще минут пять-десять и еще разочек протянули и все у нас все нормально будет затянуто закрываем крышку и будем ставить ремень так но так вот поставил защиту выставил здесь по меточки вот она меточка и где на ремень не дает видеть и вон она меточка на он птичка такая вот их совмещаем и здесь совмещаем вот эту метку их тут две у нас совмещаем вот эту где дублируется вот еще одной меточкой все натяжитель поставили сюда до конца натянул притянул чуть-чуть гаечку чтобы ремень одеть и теперь сейчас отпускаем это вот отпускаем у нас натяжитель сам пружины сколько натянет столько и надо вот это у нас страна должна быть всегда натянута сейчас надо суда гайку прикрутить так вот я закрутил болт лично 17 теперь ослабляем все у нас эта страна натянулась все не надо тут не отвертками ничем заламывать вот чуть-чуть подтянули вот так вот прокрутили прям чуть-чуть чтобы та сторона была натянута держим ключ и затягиваем натяжитель все у нас теперь ремень нормально натянутый не надо его больше тянуть никуда теперь проворачиваем два оборота лучше 3 круче чем больше оборотов прокрутием тем лучше все у нас теперь ремень выровнялся по всей площади по всей плоскости также сейчас выставляем по меткам вот так вот еще раз подтягиваем ключ чуть-чуть и опять ослабляем ролик натяжной все у нас он подошел куда надо здесь натянута и все и теперь затягиваем все ремень у нас нормально натянутый чтобы проволачивался на 90 градусов так ну в принципе все сейчас закрываем крышку ставим сюда защиту шкив прикручиваем но и впускной коллектор на это же поставлю сразу и будем сейчас снимать с этой установочки ставить на стол и присоединять коробку так ну вот снял из установки пока висит сейчас надо поставить маховик поставим маховик сейчас сцепление поставлю вот такой у меня самодельный центровочник сцепления чтобы 10 в подшипник залазил и вставлялась этого диска так маховик здесь неправильно не поставишь вот у него под шпонку отверстие и на коленвалу вот она шпоночка так ну так вот все собрал подвесил его уже коробку воткнул сразу поставил генератор стартер потому что там потом генератор неудобно будет ставить ну чё еще тут люди все больше тут ничего такого нету все сейчас запихиваем также через верх так ну вот все собрали пробуем заводить понравилось видео ставь палец вверх и подписывайся все